Всем привет! Вы на канале Квартиры в Челябинске. Но смотрите видео обзор квартиры в Москве. Сегодня монументальный, огромный видео обзор квартиры, которая стоит 1 миллион рублей за квадратный метр. Итак, сегодня мы идем вопреки канонам и начинаем с квартиры, а потом выходим за территорию и смотрим, из-за чего она стоит такие деньги. Начнем с кухни. Это кухня-столовая с большим панорамным окном. То есть здесь зона кухни, здесь зона столовой. В полу конвектор. По ремонту, в принципе, вопросов нет. Конечно, какие-то моменты мне понравились, какие-то не понравились, но в целом хорошо сделано. Кухонный гарнитур. Однажды дизайнер ко мне приходил и предлагал в таком же стиле сделать гарнитур, что мойка напротив, духовка, но очень интересно. Тут сразу видно, что это натуральное дерево, лакированное. Очень дорогие фасады. Духовка, посудомойка, кофемашина, холодильник, все полностью есть. В принципе, пространство достаточно комфортное. Одним из главных плюсов – это вид из окна. Вот такой прекрасный вид из окна. Тут у нас такой небольшой скверик, парк, деревья. Вообще, это место очень тихое, потому что все центральные артерии обходят этот жилой квартал. Ну, мы потом с вами из квартиры выйдем, посмотрим. Огромные окна. Вся эта квартира чуть больше 100 квадратных метров. С этой стороны идет спальня. Огромная спальня. Я думаю, что квадратов 20. Большое угловое панорамное окно. Там идет вход в санузел. Здесь гардеробка. Классическая гардеробка квадратов 6. И большой санузел. Там ванна, унитаз, биде, сантехника дорогая. Очень понравилась мне электроразводка. Там есть одна кнопочка, которая выключает весь свет. Очень удобно. Тут, получается, детская. Вообще, это, по сути, студия плюс две спальни. В ней три окна. Большая детская. Квадратов 20 тоже. Там есть ниша под шкаф. Здесь тоже ниша под систему хранения. Ну, вообще, я думаю, что ремонт в этой квартире стоит примерно процентов 5-7 от самой квартиры. Тут, получается, гостиная, коридор. Тут еще один санузел. Душевая. Ничего особенного, по большому счету. Еще одна гардеробная. И вход. Теперь давайте сходим и посмотрим, почему же у нас такая стоимость. Итак, выходим с вами в подъезд. Нажимаем нашу чудо-кнопку, которая выключает полностью весь свет. Прекрасно. Подъезд полностью отделан пол керамогранитом. Стены отделаны какими-то панелями очень необычными. Тут, я так понял, что доступ к коммуникациям, счетчикам электрическим, водяным. Но пожарный кран, честно, я из Челябинска. Камон, это комплекс, здесь квартиры миллион за квадрат. Обычный оцинкованный шкаф. Это вообще позор. Вот, несколько квартир на этаже. Думаю, штук 5-6. Там, я так понял, выход на лестничную клетку. Тут тоже все керамогранитом отделано. Вот эти батареи, все, которые на потолке, это все тоже как в Челябинске. Тут такое угловое окно с окнами во двор. Такой небольшой дворик. Детской площадки тут нету. Просто красивое дерево посередине. И большое место для стоянки. У этого комплекса есть подземная парковка. Два уровня. Потому что за территорией двора парковка стоит 350 рублей в час. Друзья, это очень-очень дорого. Тем более, если у вас две машины, например. Сейчас посмотрим лифт, парадную, двор. И пробиваемся по территории. Даже в лифте отделка камнем. Первый этаж жилой. Вот тут номера квартир. 21 человек. Ну, не знаю, в этот лифт 21 человек вряд ли войдет. Зеркало с пожизненной гарантией. Интересно. Вот управляющая компания. Смарт. Какие-то серьезные мужчины управляет компанией этой. Информационный стенд. Тоже ничего необычного. Картонный. На саморезах. Вот честно, хочется ожидать от элитного жилого комплекса какие-то, не знаю, вещи. Они просто здесь очень обычные. Вот эти вот саморезы в стенах, конечно, прикольно. Ну, декоративная штукатурка. Ну, дерево. Ну, система акустическая. Вот. Здесь, с левой стороны, вот такая стеклянная стена. Стеклянная стена с видом во двор, на площадку. Где вы здесь можете, грубо говоря, уединиться вечером, посидеть. Если это плохая погода. Вот такая отделка подъезда. Какие-то технические помещения. Еще, я так понял, у этого здания есть коммерческая часть. Идемте посмотрим. Это зона ресепшн. Тут есть химчистка. Здравствуйте. В 78-е. Попросили оставить. В 78-е. В 78-е. Да. Должна девушка подойти какая-то. Не помню имя. А, какая-то? Не помню имя. По-моему, Марина. Она хочет что-то скажет. Ну, да, возможно. Ну, скажет, что в 78-е. Хорошо. Хорошо. Что я делаю? Что говорите? И что делаете? Я блогер, видеообзор снимаю на квартиру. Здесь КВ съемки запрещено. К инженеру подойдите. Ну, нет. Я пошел. Я уже здесь ничего не буду снимать. Просто снял ресепшн и все. У меня тут вообще, как новое, стоящее. Он ничего с ним не делает. Смотка с ним как-то летает. Да. И так бывает. Но это неспроста на самом деле. В этом доме живут очень серьезные, высокопоставленные люди. Ну, и как во всех домах по кругу. Еще мне говорили, что в одном из этих домов стоимость квадрата 2 миллиона рублей. Вот. Такой козырек стеклянный, защитный. Огромная арка. Сделаем ее на обложку. Выезжает Бентли, он из ворот. Там еще на территории Бентли стоит. Ну, как бы мрамор. Ну, как бы. Видеонаблюдение. Вот. Такие тут моменты. Теперь пойдемте и посмотрим все же, почему такая стоимость за квадратный метр. А все, друзья мои, из-за локации. Я на самом деле в Москве не проживаю. Живу в Челябинске. И в Москве было достаточно немного. Раз, три-четыре, может. И все равно, как бы, мне, в принципе, было достаточно легко понять, что все, что находится внутри Садового кольца, все очень дорого. Конечно, тут есть собственные локации. Допустим, там локация у Садового кольца, там в основном все дома старые. У окна на дорогу, которая все время забита машинами. Тут же, понимаете, вот, допустим, сейчас день, уже обед. Машин вообще нет в этих переулках, потому что они, как бы, такие связывающие дома между собой. Через них нет смысла проезжать, как мне объяснили. Ну что, вот мы подошли к набережной Москвы-реки. Сейчас фотофор даже успеет. Я думаю, многие догадались, что в двух минутах езды, где-то минут 30 ходьбы, у нас находится Кремль. Фабрика Красный Октябрь, памятник Петру Великому, Третьяковская галерея, Чистинская набережная. Самый центр, друзья. Набережная благоустроенная. Сейчас возьмем самокат, прокатимся тут. Не взял, ну ладно. Ну что, друзья, вот мы посмотрели видео-обзор. Квартиры, которые стоят примерно одну квартиру в Челябинске за квадрат. Да, рынок недвижимости, он очень поразительный в своем изобилии. В одном месте стоит столько, в другом столько. Но все-таки решающим фактором на рынке Москвы становится место. И только место определяет стоимость квартиры. Ремонт и все остальное стоит вообще маленький процент. У нас же на рынке Челябинска немножко по-другому. Но все-таки ремонт тоже играет большую роль. Например, у меня есть в базе одна квартира, ремонт которой стоит дороже, чем сама квартира. Для Москвы это невообразимая история. Это должен быть какой-то ремонт нереальный. Такие здесь тоже присутствуют. Но все-таки квартиры дороже, чем ремонт. Поэтому данный видео-обзор для моего канала большой плюс. Потому что люди, которые смотрят на недвижимость, посмотрят на нее с другой точки зрения. Эта недвижимость, на мой взгляд, очень недоступна. В каком плане? То есть ее, мне кажется, вообще нет смысла никакого покупать. Аренда подобной квартиры стоит в районе 250-350 тысяч рублей в месяц. Это примерно 3 миллиона, ну 3,5 миллиона рублей в год. Значит, за 10 лет это 35 миллионов. То есть, грубо говоря, это 30 лет можно ее снимать. И как бы это, по сути, стоимость квартиры. Но если взять, допустим, ее в ипотеку, с учетом процентов, я думаю, что платить намного больше лет нужно за такую квартиру. Но за 30 лет, сами понимаете, может что угодно случится, какой смысл привязываться к одному месту. Поэтому, я думаю, многие люди как бы снимают их не потому, что не хватает, а потому, что это действительно экономически выгодно. Ну, конечно, есть эстетические вопросы. Кому-то неинтересно снимать чужую квартиру, а хочется жить своей. Вот такая моя версия, такая моя история. Спасибо за то, что посмотрели данный видеообзор. Обязательно поддержите его лайком. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу стоимости 1 миллион рублей за квадрат. Оправдана ли эта цена? Ну, и подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видеообзоры. Сегодня я запишу еще один видеообзор. Надеюсь, получится по очень интересной методике разделению большой квартиры на маленькие студии и сдачу их долгосрочную аренду, как инвестиционный проект. Поэтому подпишитесь на канал, ждите новые видеообзоры. Также попрошу поддержать этот видеообзор и все остальные лайком. Это очень мотивирует меня для дальнейших съемок. И спасибо за то, что смотрите мои видеообзоры. Буду очень рад увидеть вас на сделке, если она у нас с вами состоится. Всего доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok